сегодня мы с вами поговорим про секрет один секрет секрету рознь и вот сегодня мы немножко с вами поговорим о том как скрывают данные с какими целями какие у нас есть от этого способ защититься или наоборот способы как-то секрет узнать когда мы говорим про передачу данных про коммуникации про коммуникационное вычисление так далее говорят про двух людей первого человека зовут алиса второго зовут боб и они общаются и есть еще злоумышленник которого зовут евой который пытается что-то сделать в нашем случае сегодня он пытается подслушать их общение узнать о чем они конечно говорят итак наша задача то есть есть информация которая спрятана и надо как-то спрятать получается от его и надо организовать не доступ тем кто должен эту информацию получить и не давать доступ тем кто не должен конечно мы сегодня поговорим про прятание информации но она имеет достаточно научные термины и не только научные во первых это разумеется шифрование когда мы шифруем информацию мы ограничим и воспроизводимость то есть вы вот эту информацию содержите но вы прочитать ее не можете и второй момент второй способ это если требуется аутентификация или авторизация когда мы изучаем программирование и разработку по то мы очень часто вот на экзаменах бывает въедливый вопрос а чем же отличается авторизация от аутентификации вот надо знать ответ что аутентификация это именно узнавание сущности то есть вот когда вас узнают то вам вас аутентифицируют авторизация тоже обладание прав на осуществление какой-либо какого-либо действия информационной системе то есть сначала происходит аутентификация а потом тому кого от миф циры скале а это ты ну вот тебе то можно вот это делать итак ну начнем с вопрос связан с шифрованием шифрование от слова шифр а слова шифр от слова сыфр если кто-то знает арабский язык узнает слово 0 да не только в арабском пришло нам как ряд других математических слов из арабского языка шифрование и шифр точнее понимают и как способ шифрования то есть шифром понимает алгоритм шифрования и также за шифрованный текст и схема шифрования достаточно понятная то есть у нас есть исходная информация которую мы хотим зашифровать или по английски encryption и мы получаем зашифрованную информацию которая также называется шифр текст обратный процесс называется расшифровка или дешифровкой и тут опять вопрос терминологический дешифровка это именно как бы но законная расшифровка информации потому что вы имеете на это право Дешифровка, когда вы не имеете права на это, называется немножко по-другому, мы с вами об этом поговорим. То есть вот это такая схема. Дальше я просто буду делать эту схему мельче, поэтому название я писать не буду, но вот цвета как бы тут специально для того, чтобы это узнавать. Итак, в чем у нас идея? Совместим две схемы. Алиса и Боб хотят пообщаться так, чтобы Ева их не подслушала. Конечно, за этими Алисами и Бобами скрываться могут многие вещи, в том числе, например, воюющие стороны во время конфликта, да, и Ева — это один из перехватчиков информации. И это безопасность данных тоже, которые злоумышленники могут послушать. Но вот, скажем, в математике мы переходим на Алису и Боба. Итак, суть шифрования в случае коммуникации — передается только зашифрованный текст. То есть Алиса осуществляет у себя зашифровку информации, зашифрованную информацию она передает, соответственно, Боб ее получает и расшифровывает. И Ева перехватывает вроде бы только зашифрованный текст. Но не все так просто, как это может показаться. Дело в том, что Ева, Ева очень умная, и она способна делать много хитрых действий для того, чтобы текст расшифровать. Соответственно, Ева ловит текст и выполняет то, что называется криптоанализом. То есть давайте воспроизведем эту схему еще раз. Алиса послала Бобу информацию, зашифрованную, Ева ее перехватила. И цель Евы — провести криптоанализ. И Ева, она умная. Она не только перехватила информацию, она еще и понимает логику и Алисы, и Боба. Она понимает, что есть алгоритмы шифрования, и она их знает. И она может их начать перебирать. Сначала так попробуем, потом по-другому попробуем, потом еще попробуем. И в итоге, возможно, она сможет получить зашифрованное сообщение. Один из исторических примеров этого подхода, например, может быть очень известный шифр, который называется в науке шифром Цезаря. Шифр Цезаря — это очень простая схема шифрования. У вас есть латинский алфавит, и вы каждую букву превращаете в другую букву со сдвигом. Например, А становится буквой Д, Б становится буквой Е, С становится буквой Ф, ну и так далее. То есть есть некоторый сдвиг. И в итоге, когда мы получаем какой-то шифр текста, Ева начинает применять к этому криптоанализ, и рано или поздно она применит шифр Цезаря. Она такая, а случайно, если я подвигаю эти буквы туда-сюда, не получу ли я что-нибудь? Говорит Ева. И получается, этот шифр Цезаря она применит. Если действительно сообщение шифровалось с помощью шифра Цезаря, она этот шифр расколет. Поэтому шифр Цезаря, он неустойчив. Следующий термин, который появится через 5, 4, 3, ну и так далее, вам скажу, называется криптостойкость. Криптостойкость — это способность шифра противостоять тому, что называется криптоанализм. И шифр Цезаря неустойчив. Ну, потому что, как бы, можно легко попытаться восстановить исходный текст. Соответственно, если Алиса и Боб попытаются действовать шифром Цезаря или как-то еще, это не особо поможет им защитить информацию. Что Ева до этого догадается. Поэтому Алиса и Боб начинают рассуждать, что Ева умная, потенциально прямо очень умная, прямо гений. И она знает любой алгоритм, которым они могут зашифровать информацию и любой способ информацию расшифровывать. Тогда Боб может прийти к мысли, что на самом деле надо как-то по-другому защитить эту информацию. Надо поменять подход. И смена подхода заключается в следующем. Чтобы понять эту смену подхода, я вам скажу несколько параллелей. Вот вы запираете дверь квартиры на замок. Вот. И в чем способ защиты? Ну, замок, ключ. И вот все воры квартирные знают, замок, ключ. Но от того, что они это знают, они не могут получить доступ к квартиру, потому что нужен что, ключ. Или то же самое с паролем, да, что в приложение мы входим по паролю. Способ входа, злоумышленник любой знает, хакер, он такой, да, все входят по паролю. Но то, что он знает способ входа, не означает, что он войдет. Для того, чтобы войти, нужна конкретная строка, конкретный пароль. Если у нас так подумать, то Боб и Алиса приходят к следующей идее. А что если мы попробуем к существующему способу шифрования примешать что-то, что известно им двоим? То есть они договорятся о какой-то информации, с помощью которой они будут шифровать текст и его расшифровывать. И даже если Ева, умная Ева, догадается о способе, которым они зашифровали текст, чтобы его расшифровать, ей нужна будет эта информация. А как ее легко получить, вы можете подумать. Я могу сказать, задумайте предложение и померить время, через сколько, ну, я попытаюсь догадаться до этого предложения. Очевидно, что это будет очень долго. Так вот, мы приходим, ну или они приходят, в итоге человечество пришло к другому подходу к шифрованию. То есть, смотрите, как бы я сейчас рассказываю, как это устроено с точки зрения того, чтобы не было иллюзий. Алгоритмы шифрования все известны всем. Злоумышленникам, специалистам по криптобезопасности и так далее. Если, более того, более того, если какой-то специалист по информационной безопасности вдруг скажет, у меня есть алгоритм шифрования, но я вам его не расскажу, его высмеют. Потому что, наоборот, все статьи по криптографии подвергаются критике абсолютно злостной со стороны других специалистов, чтобы все слабые места того или иного алгоритма были на поверхности. Чтобы все знали, ага, это точно безопасно, потому что мы все это проверили. Поэтому, если кто-то скрывает, то, скорее всего, он скрывает что-то плохое, а не что-то хорошее. Зато появляется вот этот вот зелененький ключ. То есть, это информация, которая используется в алгоритме шифрования. И Ева может перехватить зашифрованное сообщение. Она может перехватить, как бы, узнать алгоритм шифрования. Она может узнать алгоритм расшифровки. Но этот ключ ей неизвестен. Посмотрите, как, например, это происходит. Ключ — это обычная информация. Например, тоже набор цифр или символов. И предположим, давайте представим, что Алиса и Боб договорились использовать в качестве ключа строчки из песни «Happy Birthday». Просто я думал, какую английскую песню все знают. «Happy Birthday to you» все знают. И они предлагают следующий способ шифрования. Смотрите, у каждой буквы… Букв в английском уловите 26. Каждая буква имеет номер от 1 до 26. Соответственно, строки в «Happy Birthday» тоже можно представить как наборы чисел. В чем заключается алгоритм? Берется исходное сообщение, под ним пишется строчка из песни, и соответствующие буквы по номерам складываются. То есть, вот, например, мы шифруем строчку «Go to Kazan». Вот это номера этих букв. Просто порядковые номера. Дальше я беру «Happy Birthday». Сколько вот символов, столько я беру и букв из песни. Без пробелов, разумеется. И беру их номера, и складываю. И получаю вот такой вот шифр-текст. И это я передаю через канал. Ева это ловит. И что? И Алиса, и Боб, и как бы, говорят, и что? Потому что, ну, видит она эту строку, знает она, знает, что эта строка, это сумма букв, каждое число, это сумма двух букв. И что? Как она поймет, на какие две суммы надо разбить исходную строку, чтобы получился оригинальный текст. Ну, вот 15, это что такое? Это А плюс Н, то есть 1 плюс 14. Это Б плюс М, 2 плюс 13 и так далее. И даже если она найдет осмысленную строку, кто сказал, что это была именно эта строка, она не может понять даже смысл, если передать произвольную строку. Так вот, перед вами краеугольный камень современного подхода к безопасности с точки зрения шифрования. Вся безопасность, банки, блокчейн, криптовалюты, шифрование, все построено на одной простой вещи. Легко сложить, легко умножить, но непонятно, как вернуть обратно. То есть непонятно, как сумму разбить на слагаемое. Непонятно, как разбить число на произведение множителей. Потому что неизвестно, какой из вариантов придется выбрать, и надо это будет перебирать. Во-первых, это сложно посчитать. А во-вторых, повторюсь, есть проблема. А как мы поймем, что исходная строка была такой, как надо? Ну, вот если пароль мы подбирали, то да, мы пароль попробуем. Ага, подошел, значит, правильно. А если это просто какая-то информация? Так вот, алгоритмы известны, все алгоритмы используют ключи. Ева знает алгоритм, но ключ она не знает. И задача криптографии — спрятать от Евы ключ. И вот этот способ шифрования, он очень был популярен в мире в 20 веке. Назывался он одноразовый шифроблокнот. То есть, по сути дела, вопрос в чем? Вопрос в том, чтобы у Алисы и Боба был одинаковый ключ, о котором они договорились. И вот этот подход с шифрованием назывался одноразовый шифроблокнот. Вот тот с суммой, который я говорил. В чем происходит? Как он работает? Где-то в штабе, где-то в штабе, в каком-то месте сидит человек. Тут уж я не стал писать, но на самом деле это так. Сидел человек, и он вытаскивал из бочонка цифры и писал их в блокнот. Потом он делал копию этого блокнота. Эту копию блокнота в сопровождении вооруженного конвоя, на самолете, где как-то еще, не почта, это секретная вещь. Она доставлялась до определенного места. И там знали, что в штабе такой же шифроблокнот. И когда нужно было зашифровать сообщение в штаб, происходило следующее. Бралось сообщение, бралась одна страничка из шифроблокнота, происходило вот это сложение, отправлялось в тот же штаб. В штабе тоже брали эту же страничку, это же одинаковые копии. Страничку ту же взяли, расшифровывали и получали исходное сообщение. И в штабе, в другом месте эти же страницы тут же уничтожались, потому что надо в следующий раз ко второй странице перейти одинаковой. Этот шифр очень стойкий, возможно, это самый стойкий шифр, но он очень трудоемкий, потому что, во-первых, ключ большого размера. Все время нужно генерировать столько вот этих цифр, сколько будет у вас, например, букв в сообщении. Понятно, что на самом деле речь пробита, информация уже сейчас, но примерно то же самое. А во-вторых, ну слушайте, а как блокнот доставлять? Вот как бы так, чтобы, как вот этот блокнот безопасно доставить до другого человека? Вот немцы придумали энигму для этого во время войны. Они как раз-таки с помощью настроек шифровальной машины меняли каждый раз настройки, они знали, как менять настройки машин, и машина уже выступала в качестве такого вот генератора ключа. Собственно говоря, во Вторую мировую войну криптография проявила себя в самом, как бы, широком ключе, потому что вот эта шифровальная машинка немецкая энигма была у каждого штаба, у каждой армии, у каждого флота. И даже если ее, то есть ее уничтожали первым делом, если дело шло к тому, что она может попасть в руки, ну, союзников. Вот это Блетча Парк. В этом Блетча Парке работали ученые, английские, не только, американские, которые занимались попыткой расшифровать эту шифровальную машину. И одним из руководителей этой группы был известный ученый Алан Тьюринг. И вот именно он построил эту машину, которая называлась бомбой, где вот эти барабаны, по сути дела, перебирали варианты ключа для шифровальной машины энигма. В районе 43-го года коды энигмы были взломаны. И примерно с 43-го года союзники читали всю немецкую, да и японскую тоже переписку. Например, именно из-за того, что были прочитаны коды, или благодаря этому, американцы устранили главного японского адмирала Ямамото. Они выследили, что он собирался в определенную поездку, и его самолет перехватили и сбили. Это был... Ямамото для Японии был кем-то вроде Жукова. Поэтому это очень сильно оказало влияние на японскую армию. Ну или вот, например, фотография советской разведки, этот одноразовый шифр-блокнот. Видите, какой он был маленький? И вот его тоже передавали, прятали и так далее. То есть вот с этой стороны, конечно, очень много проявилось достижений в области математики. И что говорить? Это бомба Тьюринга, это протокомпьютер. Тьюринг построил вычислительную машину вот там, для того, чтобы расколоть Энигму. Потом это станет машиной Тьюринга, и потом с этого начнется современный компьютер, как мы их узнаем. Ну, об этом можно почитать и посмотреть. Обо всем, что я говорил только что. Это не конец лекции, кстати говоря. Это просто, ну, вот тут в тему этот слайд. А то обычно это в конце бывает. Нет, не конец еще пока. Во-первых, в романе «Золотой жук» Эдгара Алл-Напо есть сцена, которая показывает как раз пример криптоанализа. Там, где идет расшифровка кода. Там прямо вот криптоанализ. Считает чистоту букв, подбирает варианты, подбирает там, использует знания про язык английский, там, артикль, как он устроен и так далее, для того, чтобы прочитать исходное сообщение. Про, в том числе, криптографию времен Второй мировой войны можно почитать в романе «Криптономикон». Он фантастический, но так, с элементами фантастики. То есть больше там фантастика только в паре вымышленных городов. А на самом деле он очень точно описывает историческую действительность время Второй мировой войны. Там, как персонажи есть Тюринг, и Стивенсон чем еще известен, он не стесняется доказывать теоремы в этом романе, говорить, давайте посмотрим вот на этот код. И там дальше на пять страниц какой-то код. Он там рассуживает, как орган устроен. На пять страниц описание, как орган работает. Ну и, возможно, вы смотрели, а кто не смотрел, может посмотреть фильм с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, где он исполнял как раз роль Алана Тюринга. Игра в имитацию, где тоже про это все описано. Вот, собственно, за спиной актера стоит как раз модель этой самой бомбы, того компьютера, который он собрал. Если мы уйдем в сторону паролей, как типа современная информация, которую мы тоже скрываем, она ведь тоже передается и, наверное, перехватывается, при том, что пароль сам используется для нашего доступа к секретной информации, хочется сказать пару слов про пароли для тех, кто этого не знает. Вот есть такая иллюзия, возможно, или вы думали об этом. Вот вы регистрируетесь там в ВКонтакте, где-то еще, и вы в приложении вводите свой пароль. И вы, ну, как бы отдаете информацию приложению, потому что он же, приложение же потом проверяет этот пароль. А вы не думали, наверное, о том, что, ну, а вдруг там админы плохие, берут мои данные, посмотрят там, или что-то плохое сделают там, увидят какую-то информацию про меня ненужную. Или злоумышленники, если украдут базу данных приложений, этот пароль увидят. Так вот, правда в том, что, в принципе, вы можете, ну, примерно, не волноваться. В каком смысле вы можете не волноваться? На самом деле приложения пароли не хранят. Почему? Опять используется вот эта история. Легко посчитать в одну сторону, сложно посчитать в другую сторону. Есть такие функции, они тоже известны, называется хэш-функциями. Это математический алгоритм, который устроен так, что он удовлетворяет вот этим трем свойствам. Эти три свойства я люблю уговорить, что вот мы все время в программировании придумываем новый смысл словам. Например, лавинный эффект. Что такое лавинный эффект? Вот мы, когда функцию изучаем в матанализе, мы привыкли, функция непрерывная, красивая там. Два соседних аргумента, значит, два соседних значения функции будет. А хэш не так работает. Два соседних значения аргумента, совершенно разных значений функции, чтобы не угадали случайно соседние значения. Дальше. Эти значения функции могут совпадать, но не должно быть много таких совпадений. И должно быть сложно, очень трудоемко считать функцию наоборот. То есть легко ее вычислить, а вот узнать по ее значению, от чего мы ее посчитали, должно быть очень сложно. Результат работы функции — это хэш. Так вот, что происходит на самом деле? Дело в том, что когда вы вводите пароль, от вашего пароля считается хэш. Быстренько. И этот хэш сохраняется в базу данных. Когда вы входите второй раз на этот сайт, уже когда вы входите, вас просят ввести пароль, вы вводите пароль, от него считается та же самая функция. Ну и как бы если ваши исходные пароли при регистрации, при входе совпадали, то значения этой хэш-функции тоже должны совпадать. А в базе хранится хэш. Вот примерно такая строка. Вот вам для примера. Вот я возьму три строчки, которые похожи между собой. Пароль с маленькой буквой, пароль с большой буквой, пароль с единичкой. Видите, лавинный эффект. Совершенно разные значения. Совершенно разные значения, которые не похожи. Ну и, соответственно, пусть Ева украла хэш. Ева у нас все еще есть. Она все еще плетет козни против нас. Ева украла хэш. Что она знает? Она знает алгоритм опять. Алгоритм она знает. Ее цель найти прообраз, то есть исходное значение, наш пароль. Она может решать эту проблему только перебором, потому что иначе это невозможно сделать. И вот чтобы оценить, сколько придется перебирать, я всегда привожу сказку про создателя шахмат, который в награду за свое творение у правителя той области, где он жил, попросил на первую клеточку шахматную положить одно зернышко, на вторую клеточку два зернышка, на третье четыре, на четвертое восемь и так далее. И, соответственно, сначала правитель обиделся, сказал, ну что ты, ты мог нормальный подарок попросить? Чего тебе этот мешок зерна? Выдайте ему и пусть проваливает, сказал правитель. А потом выяснилось, что это нельзя посчитать. Что на самом деле это число, мы-то можем посчитать, оно вот примерно такое. И если зерно одно кладут за одну секунду, то этот мешок можно будет собрать за 584 миллиарда лет. А возраст земли, напомню, это 14 миллиардов лет. Почему я все это рассказываю? Потому что значение хэша, который Ева будет перебирать, примерно вот это вот число, в четвертой степени. Но Ева, она умная. Вот криптография, криптоанализ, это гонка, постоянная гонка, кто кого обманет. И Ева приходит к следующему выводу. Она говорит, да, я хэши буду перебирать долго, очень долго. Но я знаю природу разработчиков, какие хэш-функции они хотят использовать. Ну, действительно, они известны, их не так много. Кроме того, Ева говорит, а я знаю природу людей. А люди, когда придумывают пароли, они не думают. Они там, домашнее животное, мой номер телефона, номер паспорта, повтор логина своего же. И Ева понимает, что на самом деле, надо перебирать-то не хэши, а перебирать надо возможные слова, которые могли бы быть паролями. Она берет словарь, ну, словарь английского языка, например, берет оттуда все слова и начинает сначала их проверять, потом к ним добавлять циферки, потом их сочетает как-то и так далее. И рано или поздно она может вычислить хэш на этом пароле и найдет этот хэш в базе. А раз хэш и совпадает, она, получается, вошла чужой пароль. Ева применяет тактику, которая называется радужные таблицы. Взамен защищаемся от разных радужных таблиц мы с помощью очередного слова, которое есть у каждого на кухне. Оно называется соль. Что такое соль? Пароль перед тем, как его хэшировать, солится. Что такое соль? Вот такая вот строчка. Эта строчка случайная, Ева ее не знает. Ну, то есть, а как она ее узнает? Она случайная. Прямо в отличие от пароля, она случайная. Получается следующее, что перед тем, как пароль захэшировать, система информационная, она к паролю добавляет эту соль и вот уже вот эту строчку она подвергает преобразованию в хэш. В итоге этот-то Ева подберет, а вот этот-то она вряд ли подберет. Это опять полный перебор, который опять очень долго делать. Но Ева может пойти совсем на беспринципиальные вещи, когда она поймет, что на самом деле проще выпытать данные или выпытать вообще что-нибудь плохое у человека и начать его шантажировать. Вот примеры писем, которые рассылались на почтовые ящики в массовом порядке. Примерно следующее содержание. Типа, добрый день, вот это ваш пароль и там действительно какой-то ваш пароль, который вы, ну, где-то оставили. Слушайте, вы знаете, я тут взломал ваш компьютер, смотрел на сайты, которые вы заходите. В общем-то, деньги платите или я всем расскажу, что вы тут делали на этих сайтах, какие вы сайты посещали и так далее. Вот кошелек на этом, ну, крипт-кошелек, чтобы перевести туда валюту. Ну, на это вестись не надо, можно понять, что это шаблонное сообщение. А вот откуда они берут эти пароли? Дело в том, что вообще большинство сайтов, которые мы знаем, все соцсети, все почты, ну, хотя бы один раз взламывали. Ну, нет такого приложения, данные которого бы не утекли. Ну, было. И утекает, особенно утекало в начале десятых годов, то есть, ну, там, особенно с десятого примерно по пятнадцатый, по шестнадцатый. Дальше уже начали примерно защищаться лучше, но очень много утечек данных, хотя и сейчас все еще есть. Так вот, в этих базах действительно есть ваши почты и строки, которые являются вашими паролями. Все почему? Потому что какой-то сайт не хэшировал ваш пароль, а просто его сохранял в базу данных. Вот такие вот разработчики были. Ну, и, соответственно, злоумышленники эту базу данных берут, смотрят ваш пароль и вам присылают ваш пароль и говорят, и вот ваш пароль. И вы думаете, ну, раз они мой пароль этот знают, может, и другие пароли знают. Не переживайте. Проверьте, взламывали вас или нет. Вот один из примеров сайтов называется haveibeenpound.com Pound — это искаженное owned, то есть завладел, да, то есть меня взломали. Типа, был ли я взломан? И вы на этом сайте можете ввести вашу почту и проверить, как бы она вообще где-то в утечках упоминалась или нет. И можно ввести ваш пароль. Единственное, как бы такая вещь, если ваш пароль реально кого-нибудь кверти, паспорт, котеночек и что-то еще, бесполезно его вводить. Он наверняка есть, потому что много людей так свои пароли называли. А вот если ваш пароль уникальный, и вы действительно в это верите, проверьте его. Разработчики оставляют очень много возможностей для EF для того, чтобы они вас повзламывали. Вот одна из компаний на Хабре в 15-м году рассказывала про очень много случаев, какие признаки веб-приложение может нам дать, что мы поймем, что оно потенциально, ну, может наш пароль случайно потерять или куда-то, ну, оно может куда-то, куда-то наши данные могут утечь. Если приложение позволяет создать простые пароли, если оно не защищено от полного перебора, то есть мы скрипт написали и просто с ним перебираем пароли. Нормальные сайты, они понимают, что перебор осуществляется и блокируют доступ от этого клиента. Если приложение генерирует пароль, но не требует смены пароля после входа, это очень странное поведение. То есть есть такие приложения, пароль вот, но вы заходите, он говорит, тут же поменяйте пароль на ваш. Если оно это не требует, значит, оно точно хранит в исходном виде ваш пароль. Дальше. Передает по незащищенному соединению. Это мы скажем еще, что это такое. Не используя безопасные хэш-функции, потому что есть информатские хэш-функции, хорошие, какие уже взломанные оказались. То есть по ним можно легко подобрать прообраз. Ну и так далее. То есть это все классифицировали, это все надо знать для того, чтобы понимать, какие сайты на что способны. И на таких сайтах свои какие-то пароли, те же самые, которые вы используете там ВКонтакте или там в соцсетях других, на почте, не надо оставлять. Вообще, как бы для того, чтобы защититься, говорят, что надо использовать много факторов аутентификации, поэтому в последнее время развивается узнавание человека не только по секретной информации, то есть пароли или пин, а либо по физическому объекту. Может, у кого-то на работе есть доступ с флешки, доступ через, там, скажем, какое-то устройство. Вот воткнули его в компьютер, есть у вас доступ там какой-то к 1С, не воткнули, все, нет у вас к нему доступа. Или биометрия. Распознавание лица, распознавание отпечатка пальцев, распознание сетчатки, голоса и так далее. Биометрия — это будущее точно, потому что эти данные у вас вот здесь, то есть там уже сейчас внедряют систему в магазинах покупки по лицу, хотя у этой системы тоже есть свои пока недостатки и уязвимости. То, что надо делать, это включать везде двухфакторную аутентификацию, то есть аутентификация с помощью нескольких факторов. Пароль и SMS. Пароль и отпечатка пальцев. Опять же, даже у таких способов бывают свои уязвимости, надо читать публикации, где пишут про эти уязвимости. Ну, например, про SMS. Вот Касперский классифицировал угрозы, как SMS в качестве фактора может быть уязвим. Можно пароль подсмотреть, можно симку украсть, можно SMS перехватить с помощью вируса. И самое классное, можно прийти в салон сотовой связи, выдать себя за хозяина этой симки и, ну, на самом деле, как бы потребовать, чтобы вам выдали снова этот номер. Более того, салоны связи, иногда ошибаются. Я в своей жизни был случай, мне случайно выдали номер другого человека. Более мощная защита это, конечно, приложение, которое генерирует доступы через каждые равные промежутки времени, меняя. Ну, вот вы сегодня послушали про Enigma и шифру блокнот, это примерно то же самое, только на уровне приложений. Ну, и вообще, конечно, слава богу, нас защищают сами информационные системы и приложения, которые мы используем. В частности, вот вы, например, видели, что какие-то сайты имеют в своем названии HTTPS, слово, да, или, например, когда вы сайт загружаете, вот тут такой замочек есть. Вот здесь замочек есть, это хорошо, потому что это означает, что сервер купил сертификат, который браузер может проверить, что это действительно тот сайт, который себя выдает, ну, за то, что надо, что именно это Сбербанк там, что это там Тинькофф банк, или что это почта, а не что-то другое. У всех нормальных сайтов есть вот такая штучка. Если ее нет, то тогда, ну, не доверяйте, данные не оставляйте, скорее всего, это плохой сайт. Ну, и, соответственно, вот здесь компания Regroo даже вот так визуализирует, в принципе, что это такое. То есть, в принципе, когда вы заходите на сайт, браузер говорит серверу, сервер, привет, а ты что, HTTPS поддерживаешь? Сервер говорит, да, поддерживаю. Браузер, докажи это. Сервер дает ему сертификат, браузер знает, что может обратиться в сертификационный центр, ну, не физическая какая-то там компания, а в смысле, в сети есть способ проверки. Если сертификат подтвержден, то браузер с сервером договаривается, внимание, о ключе шифрования. Когда они договорились, между ними информация шифруется. И это означает, это ответ на вопрос, во что по мне, по меня знает провайдер. Если используется HTTPS протокол, провайдер знает только то, что вы зашли на этот сайт и с ним обменивать информацией. Хотя, опять же, сейчас начинают появляться способы по зашифрованному трафику угадать, о чем он мог бы быть. Такие подходы тоже есть. То есть, я говорю, криптография — это бесконечная гонка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...